В Комсомольске-на-Амуре спасатели МЧС России продолжают проведение аварийно-восстановительных работ. По информации дальневосточного УГУМС, уровень Амура у города Комсомольска-на-Амуре по состоянию на утро 1 октября 2019 года составляет 670 см. За прошлые сутки он снизился еще на 13 см. В связи со стабилизацией обстановки, обусловленной подтоплением жилых микрорайонов города юности дождевыми и грунтовыми водами, снижается количество задействованной пожарно-спасательной и насосной техники. Продолжают работать 15 насосных групп в составе 24 единиц насосного оборудования, общей производительностью более 18 тысяч кубометров в час. Вся техника работает в круглосуточном режиме. Руководством Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю принято решение о прекращении дежурства ломбильно-спасательного поста в микрорайоне Парковый. Однако большинство подтопленных домов находится в микрорайоне Хорпинский, поэтому здесь продолжают находиться спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан организовано патрулирование участков сотрудниками МВД России. Постепенное снижение уровня Амура позволило военнослужащим Амурского спасательного центра МЧС приступить к проведению аварийно-восстановительных работ в микрорайоне Хорпинский. Спасатели проводят расчистку территории, отмоносного мусора, расчистку внутренних дорог и береговой линии, восстанавливают поврежденные паводковыми водами заборы, надворные и хозяйственные постройки. Оказывается, адресная помощь населению. За время проведения работ было вывезено 3 самосвала, порядка 40 кубических метров, пришедших в негодность деревянных конструкций, различного мусора и обломков деревьев. Работы продолжаются. На территории Хабаровского края в зоне паводка остаются 8 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 69 населенных пунктах. В 41 из них отмечается подтопление 101 частного жилого дома и 734 приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 85 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов. По состоянию на 1 октября уровень Амура у Хабаровска составил 428 сантиметров, это минус 10 сантиметров за сутки. У города Николаевска на Амуре уровень снизился до отметки 238 сантиметров. На Нижнем Амуре отмечается спад уровня воды за исключением устьевого участка, который находится под влиянием приливно-отливных явлений. Пойма Нижнего Амура затоплена на 0,9-3,8 метров. У города Комсомольск на Амуре и на участке Мариинская Дахта уровни воды сохраняются в пределах опасных отметок. На участках Елабуга-Малмыш, Нижнетамбовская, Цимермановка категории неблагоприятного явления. На реке Тумбуска у села Архангеловка и на реке Кур у села Новокуровка продолжается спад уровня воды. Сохраняется подтопление поймы на глубину 0,1-1,4 метра. На других реках края преобладает снижение уровня воды реки в основных берегах. В Хабаровске остаются подтопленные дачные участки на островной территории города. В Хабаровском районе подтопленных жилых домов нет. В муниципальном районе в зоне Паводка находится 22 приусадебных участка, 155 земельных. Хозяйственная деятельность не ведется, 318 дачных участков. Три участка внутрипоселковых и лежпоселковых автодорог. На Найском районе в результате Паводка в зоне подтопления жилых домов нет. Вода остается на территории 26 приусадебных и 47 земельных участков, 16 участков межпоселковых и внутрипоселковых дорог. В Амурском районе остаются подтопленными 17 приусадебных и 31 дачный участок. Подтоплены автодороги Амурск-Омми протяженностью 18 километров на глубину до 2 метров. Частично подтоплена межпоселковая автодорога Омми-Эльбан протяженностью 1,5 километра на глубину до 1,5 метров. В Комсомольском городском округе вода остается на территории 95 жилых домов, около 440 приусадебных участков в микрорайонах Парковой, Победы, Мылки, Силенский, а также в поселках Малая Хабсоль и Хорпинский. В Комсомольском районе подтоплено 4 жилых дома, 63 приусадебных и 155 земельных участков, 31 участок автодорог. В Комсомольском районе отмечается подтопление 79 приусадебных и 111 земельных участков, а также выход воды на 20 участках внутрипоселковых дорог. В Николаевском районе от воды еще не освободились 2 жилых дома, 40 приусадебных участков и 1 автодорога. На территории Хабаровского края в готовности к приему людей находится 21 пункт временного размещения вместимостью 737 человек. В настоящее время развернута работа трех из них. Один человек размещен в санатории Усури, поселка Бычиха, Хабаровского района. В двух ПВР в городе Комсомольске-на-Амуре продолжается размещение 35 человек, 10 из них дети. В пунктах временного размещения организовано горячее питание, имеются предметы первой необходимости, созданы пункты оказания медицинской и психологической помощи. Спасатели оказывают помощь населению по проведению аварийно-восстановительных работ в домах и на участках, где ушла большая вода. В настоящее время группировка сил МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС проводит постоянную работу в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Всего для ликвидации последствий паводка привлечено 319 человек и 70 единиц различной техники, в том числе 21 плавсредство. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер безопасности. После ухода воды. Перед тем, как войти в здание или дом, проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета. Проветрите помещение, просушите вещи. Не включайте электросвещение и электроприборы до полного просыхания проводки. Не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения. Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов, газоснабжения, водопровода, канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов. Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой. Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи, удалите из них воду. Помните, правильные и грамотные действия помогут вам сохранить жизнь, здоровье и имущество.